Весна, лето и затем осень. Так в Царстве Природы протекает процесс созревания. Именно осенью народ Божий, израильский народ, об этом мы читаем в книгах Ветхового Завета, отмечал праздник под названием праздник Кущи. Вторая половина сентября, это восемь дней, когда народ выходил из своих домов и жил в кучах или жил в палатках. Особенность праздника была еще и в том, что урожай уже был собран. Люди были свободны, свободны от работы. И люди были очень и очень радостными. Во время этого праздника с благодарностью, как жертва Богу, приносилась часть урожая. Между прочим, корзина спелых плодов для израильского народа напоминала не только о достатке или богатстве урожая, но, как и любой другой праздник, корзина с плодами имела историческое значение. Ведь корзина с плодами – это Израиль. Израиль, которого Бог собрал из других народов. Народ, который собрал Бог, собрал из других народов. И так, достаток урожая, напоминание об уникальности народа наполняло сердца поклоняющихся людей. Весна, лето и затем осень. Священное Писание похожим образом изображает созревание и характера человека, развитие качеств человека, как хороших качеств, так и плохих. Мое желание вместе с вами обратиться к словам одного из пророков израильского народа – пророк Амос. Вы знаете, если читать его книгу, вот первый стих этой книги, книги пророка Амоса, говорит нам о том, что этот человек служил северной половине страны, вот которая в то время называлась Израиль. Южная половина, как вы помните, называлась Иудея. То есть после Соломона так разделилось государство. Вот мы с вами будем читать отрывок из восьмой главы. Вот пока вы откроете ваши Библии, восьмая глава книги пророка Амоса, ну, в моей Библии это 895-я страница. Страница 895. Такое небольшое вступление к этой книге. Вы знаете, из содержания книги пророка Амоса возможно увидеть обстановку и условия жизни, к которым обращалось Слово от Бога. Ну, вот если в общем прочитать эту книгу и попробовать попытаться понять, что же видел Амос, вот как проницательный пророк, что он видел. Амос видел очень-очень религиозных людей. Было установлено несколько религиозных центров, центров поклонения Богу. Амос видел очень тщательно соблюдающуюся форму, и порядок жертвоприношений. Амос видел музыкальную сторону поклонения на самом высоком уровне. То есть Амос обращается к людям, которые привыкли считать себя людьми Бога. Это люди, которые исповедовали веру. Они считали себя идущими с Богом. Между прочим, это были люди, которые с нетерпением ожидали Дня Господнего, потому что они были уверены, что в тот день, в День Господень, они получат почести. На все это Амос предлагает свой проницательный взгляд. Пророк предупреждает людей, которые привыкли называть себя детьми Бога. Он предупреждает и говорит о том, что привилегии, которыми обладают дети Бога, они подразумевают ответственность. Привилегии, которыми обладают люди Бога, они подразумевают ответственность. Если вы живете в обитованной земле, если вы знаете Божий закон, если вы знаете Бога, Амос говорит, это не безопасность. Нет, это не безопасность. Это ответственность. Особый акцент Амос таков, чем ближе к Богу, тем тщательнее Бог проверяет человека, чем ярче свет, тем лучше видно недостатки. Амос говорит о том, что люди Бога нет, не освобождаются от суда, наоборот, суд Божий начинается с людей Бога. Таким образом, и наше с вами вероисповедание должно иметь доказательства. Амос говорит о том, что истинное вероисповедание это благоговейное слушание слов Господних и принятие этих слов. Вот мы сегодня с вами обладаем привилегиями знать Бога, говорить о Боге и поклоняться Богу. Ну вот, к библейскому тексту, который мы с вами будем читать, давайте подойдем, имея именно такой настрой. Обладая привилегиями, в чем наша ответственность? Обладая привилегиями народа Божьего, в чем наша ответственность? Итак, 8 глава, мы прочитаем с 11 стиха. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут Его. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят, «Жив Бог твой дан, и жив путь Версавию!» Они падут и уже не встанут». А если читать 8 главу сначала, пророк Амос говорит о корзине со спелыми плодами. Вполне возможно, вот это как раз таки было время какого-то праздника, может быть, даже это было время праздника кущей, а когда как жертва Богу приносилась корзина со спелыми плодами. И вот как раз таки во время праздника приходит горькое слово от Бога. Бог смотрит на народ, на свой народ и говорит, «Поспели!» Действительно, поспели! Но для суда. В присутствии Бога люди пришли не только со зрелыми плодами. Наступила осень, подошел конец проверки от Бога и теперь, к сожалению, Амос говорит, «К сожалению!» Ужасное время урожая. Вы знаете, Священное Писание довольно часто предупреждает нас с вами анализировать свою жизнь. Священное Писание довольно часто предупреждает нас с вами проверять свою веру. Почему? Потому что в Библии достаточно много примеров о религиозности человека, который его обманывает. В Библии достаточно примеров о религиозных людях, которые остались обманутыми. Вот мы с вами читали, отметили, что люди, к которым обращается Амос, были очень религиозными. Но вот даже очень религиозный образ жизни не приготовил их к осени. Очень религиозный образ жизни не приготовил их к осени. Все это время они постоянно чем-то занимались, были какие-то стремления и, конечно, конечно, были ожидания. Но Амос говорит, что ожидание, результат оказался противоположен ожиданию. Вот о чем он предупреждает людей. В этой главе Амос говорит о том, что ваши песни, которые вы поете во время праздника, он говорит, очень скоро они обратятся плачем. Он говорит о том, земля, на которой вы живете, на которой вы пашете, что-то растет для вас. Он говорит, даже земля, она будет вам сопротивляться. А Амос говорит о том, что солнце, от которого зависит ваша жизнь, оно зайдет в полдень. И он говорит о том, что все ваши праздники, они превратятся в траву. Вы знаете, братья и сестры, в книгах Нового Завета есть очень интересное напоминание апостола Павла. Вот в послании к римлянам он обращался к язычникам, о которых по какой-то причине стали очень высокомерными людьми по отношению к израильскому народу. То есть в церкви города Рим был какой-то конфликт между иудеями и язычниками. И уже язычники начали превозноситься, показывать пальцами на израильский народ и говорить, посмотрите, они отпали. Очень интересно, Павел предупреждает их, предупреждает нас сегодня, вот как нам с вами относиться к тому, что Библия говорит об израильском народе. Как нам с вами относиться к тому, что Библия говорит о том, как Бог осудил этот народ, как Бог осудил этот народ, как этот народ прошел, как этот народ принял наказание от Бога. Очень интересно, он рассуждает и говорит, видишь благость и строгость Божию. То есть Павел предупреждал, вот верующий город Рим и нас, предупреждает с вами, вот когда читаете Ветхий Завет, читаете о том, как Бог наказывает человека, он говорит, увидьте, заметьте строгость Бога, строгость Бога к отпадшим. Вы знаете, что получается? А получается, нам с вами нужно не только слышать о любви Бога. Для нашего сердца, для нашей души очень важно слышать не только о любви Бога. Для нашего с вами здоровья, духовного здоровья очень важно знать о строгости Бога, о строгости Бога к отпадшим. Таким образом, Писание не только говорит о благости Бога, Писание предупреждает нас о строгости Бога, именно об этом наш текст. А вот слова Мосса открывают нам и как, и почему приходит наказание от Бога. Давайте представим себе Бога и людей. То есть Бог начинает говорить с человеком, то есть приближается время наказания, приближается время суда. С чего начинается разговор Бога? Вот первое, на что хотелось бы обратить наше с вами внимание, это благодать предупреждений. То есть с чего начинается разговор Бога с людьми, которые казались неготовыми к осени? Начинается с благодати предупреждений. Это один от стих, где Мосс пишет и говорит, вот наступают дни. Слова Священного Писания открывают будущее. Когда-то Амос предупреждал людей, к которым он обращался, о будущем. Сегодня Библия нас с вами предупреждает о будущем. Вот одним из аспектов наказания Бога является изъятие благословений, которыми человек пренебрегает. Одним из аспектов наказания Бога является изъятие благословений, которыми человек пренебрегает. Наш с вами отрывок, пример этому, отнимается то, чем человек пренебрегает. Однако наказания Бога не приходят без предупреждений. Через Амоса Бог предлагает не просто анализ опасности, но это предупреждение о грядущей опасности. Между прочим, многие предсказания Ветхого Завета служат не для того, чтобы удовлетворить наше с вами любопытство, а предупреждение об опасности. То есть мы с вами читаем о будущем для того, чтобы приготовиться к этому будущему. И вот когда мы с вами читаем вот эти слова «вот наступают дни», вы знаете, для нас это напоминание. Напоминание о том, что у нас с вами еще есть время. Сегодня во многих песнях это было подчеркнуто. Вот казалось бы, весна, лето, осень, но вот в каждой песне есть какая-то надежда. У нас с вами еще есть время. Но вот этот вот свободный промежуток времени должен быть заполнен с максимальной пользой. Заполнить свободный промежуток времени, чтобы угрожающая опасность не нанесла удар по нам с вами. Чтобы когда придет это будущее, мы не оказались незащищенными и неготовыми людьми. Между прочим, эту истину Священное Писание излагает и в другом направлении. Когда Библия говорит о вообще жизни человека, о смысле жизни человека, о правилах жизни человека, вы знаете, выступает вот этот вот принцип, что все-таки правила о принципах жизни требуют знаний о будущем. Правила о принципах жизни требуют знаний о будущем. Вот я приведу два примера. Первый пример апостол Павел. Вот когда он пишет послание Коринфянам, он вспоминает одно из событий, которое происходило с ним в городе Ефес. И вот так интересно, он говорит, вот когда я боролся со зверями в Ефесе. Скорее всего, он имеет в виду противостояние, какой-то бунт вот в городе Ефесе против служения апостола Павла. Так вот, вспоминая это противостояние, он говорит, послушайте, если мертвые не воскресают, зачем мне все это нужно? Зачем мне нужна эта борьба, это противостояние? Зачем мне нужно участвовать в этой борьбе, если мертвые не воскресают, он добавляет, давайте есть и пить, потому что завтра умрем. То есть, если мертвые не воскресают. Между прочим, пророк Исаия точно такие слова говорит, будем есть и пить, ибо завтра умрем. Есть очень известная история древнеримского военного полководца Марка Антония. Я думаю, вы как-то знаете об этом человеке во время гражданской войны, вот у него с Октавианом, у него не осталось никаких ресурсов. Ожидая своей смерти, этот человек закрылся с очень известной египетской императрицей Клеопатрой. Они закрылись в крепости. А что они там делались, готовясь к смерти? Они все силы свои растрачивали в попойках и роскошных празднествах. Если нет продолжения жизни, отдать себя веселью полностью. Поэтому осознание будущего становится фиктивным руководством для настоящего. Братья и сестры, Писание поднимает нас с вами на этот уровень. Бог предлагает нам благодать предупреждения. И предупреждение оно в следующем. Человек может безвозвратно, человек может безвозвратно лишиться истины. Истина Бога не теряется без трагических последствий для человека. Вот о чем предупреждает нас с вами текст. Человек может безвозвратно лишиться истины. Истина Бога не теряется без трагических последствий для человека. И так это благодать предупреждения. Следующее – это опасность разрушенной ограды. Немного раньше Амос говорит о том, что Господь посылал на землю голод и засуху. Вот в 4 главе Бог говорит следующие слова. «Я дал вам недостаток хлеба». Или Бог говорит «Я удерживал от вас дождь, но вы не обратились ко Мне». То есть на земле был голод, на земле была жатва, но люди не поняли. Не поняли, что Бог уже разговаривает с людьми. Бог говорит с человеком. Как следствие к человеку теперь приходит ожесточение сердца. Теперь люди лишаются не хлеба и воды, а люди теперь лишаются истины. Голод, слушание слов Господних. А в данном случае благословение, слушая, слушание не будет восстановлено. Амос говорит, что будут ходить, ища, и не найдут Слова Господнего. Давайте обратим внимание на некоторые детали текста. Амос говорит, что будут ходить от моря до моря. Это 12 стих. Очень интересная иллюстрация. Скорее всего, иллюстрация человека, который сбился с пути. Либо иллюстрация человека в панике. Ну, как бы то ни было, в любом случае человек просто не знает, что делать. Преодолевает огромные, огромные расстояния, найти то, чем когда-то с легкостью обладали. Но время ушло. Опять, как мы сегодня уже достаточно слышали в песнях, время ушло далеко. Истина ушла. И ушла возможность обращения человека к Богу. Но, знаете, только часть беды. То, что истина ушла, это только часть беды. Вакуум не остается незаполненным. Амос говорит, что оказывается, вот-вот на пороге лже-боги с нетерпением ждут этого момента. Ждут, когда откроется этот вакуум для того, чтобы заполнить. Ведь не один языческий Бог, а несколько. Грех Самарии, Бог Дана и путь Версавию. Человек, который отказывается слышать истину вечного Бога, испробует вполне обман язычества. Человек, который отказывается слушать истину Бога, испробует вполне обман язычества. Вы знаете, в книге пророка Исаии есть притча о винограднике. Очень такая добрая, сердечная притча Бога, который любит свой народ. Вы знаете, вот пророк говорит о том, что происходит, когда рушится ограда виноградника. И вот Бог говорит о том, что я заберу, отниму у него награду. Что происходит? Что происходит, когда рушится ограда? Будет опустошаем. Он будет попираем. Это образ диких зверей, которые готовы ворваться в этот виноградник тогда, когда ограда будет убрата, отнята. Не имея истины Бога, человек бессилен. Не имея истины Бога, человек бессилен. В первую очередь, бессилен признать свои ошибки. И человек бессилен противостоять своим ошибкам. Какой важный, важный урок для нас. Ведь у нас с вами еще есть Библия. И это нужно ценить. Принимать драгоценные истины в сердце. У нас есть еще возможность проповедовать. Это нужно ценить. Любить, слушать Слово Бога в проповеди. Находиться в пределах слышимости. Послушайте, древний пророк предупреждает нас. Обладание Словом Господним – негарантированное привилегие. Обладание Словом Господним – негарантированное привилегие. Истина Бога – наша с вами единственная защита против обмана. Наш путь к силе – держаться ближе к Богу. Ведь мы с вами живем в мире обмана и заблуждений. Итак, Амос видит сбитых с пути искателей, взволнованных людей, спешащих туда, не знают куда. От моря к морю, от севера к востоку. Вполне возможно, он пред собой представляет географию Палестины, географию Самарии. От Мертвого моря на востоке до Средиземного моря на западе, а затем на север и опять на восток. Это не замкнутый круг, это замкнутый треугольник. То есть люди ищут, 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 и все время возвращаются туда, откуда они начали. Пророк преднамеренно не говорит о юге. Вы знаете почему? Потому что на юге – Израиль. На юге, простите, Иерусалим. Истина Господа. Истина, которую они уже отвергли. Без сомнения, главная цель пророка – показать беспомощность человека без истины Бога. Беспомощность человека без истины Бога всегда учатся и никак не могут дойти до опознания истины. Только истина вечного Бога может удержать человека. Только истина вечного Бога делает устойчивым, и она делает нас свободными. Вот сегодня мы с вами смотрим на мир и видим, что трагедия в том, что человек предпочитает оставаться в заблуждении только для того, чтобы сказать, что я ищу истину. Я искатель истины. Искатель истины. Это порок. Человек, который не может найти истину – это порок, которым говорит древний пророк. И последнее, что обращу ваше внимание, это самое болезненное место. То есть пророк заметил, вот когда пришло это наказание от Бога, где было самое болезненное место. Особенно страдающим в этом голоде истины Амос видит молодых людей. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши. Ну, мы с вами не единственное поколение верующих людей, кто беспокоится молодежью. Почему? Потому что молодое поколение – это ведь всегда надежда на будущее. Вот когда мы смотрим на молодых, мы видим энергию жизни. Конечно, конечно, мы видим уверенность, энергия и уверенность. Посмотрите, мы читаем слова мудрого древнего пророка. Оказывается, только энергии и уверенности молодости недостаточно перенести жизненные нагрузки. Амос видит прекрасных девушек и юношей, которые истаивают. Что значит истаивать? Истаивать – значит, измучившись, лишиться сил. Он видит молодых людей, которые теряют сознание от слабости. Как важно помнить, что просто молодости недостаточно. Именно молодежь израильской нации клянется грехом самарийским. Молодежь израильской нации говорит о Боге Дана и пути в Версавию. Так часто молодость становится добычей чего-то нового, новых фантазий, новых обманов. Амос видит, как эти молодые люди теряют сознание от жажды и голода. Опять проницательный взгляд пророка. Есть место в сердце человека, который должен и может заполнить только Бог. И с нагрузками жизни человеку самому не справиться. Не справиться без истины от Бога. Если в жизни нет Бога, если в жизни нет истины Бога, человек потеряет сознание от слабости. Человек мучается. А с другой стороны, нельзя обвинять только молодость. Предыдущее поколение лишило их возможности найти истину. Как часто ошибки одного поколения становятся уже основой жизни для последующего. Ошибки одного поколения становятся основой жизни для последующего. Если мы сегодня с вами на шаг отстанем от истины, следующее поколение окажется еще дальше от истины. Итак, проницательный взгляд пророка. В первую очередь это благодать, предупреждение. Он видит разрушенную ограду и видит молодых людей, которые страдают больше других. Ну вот несколько мыслей, как вывод к тому, о чем мы с вами говорили. И вот как мы с вами можем понимать вот эти слова книги пророка Амоса, то есть в чем наша с вами ответственность. Ну, как уже отметил, это написано для того, чтобы дать нам урководство. Оказывается, истина должна храниться, охраняться и передаваться. Истина вечного Бога должна храниться, охраняться и передаваться. Амос об этом говорит народу. Между прочим, Павел говорил об этом своему ученику Тимофею. Тимофей, храни преданное тебе. Или Павел говорил ему, держись образца здравого учения. Истина должна храниться, охраняться и передаваться. То есть мы сегодня с вами должны хранить истину. Обман, заблуждения могут проникнуть и в нашу жизнь. И опять на примере нашего библейского текста можно посмотреть, как обман прошел в жизнь израильского народа. Что произошло в Израиле. В книгах Ветхого Завета есть ответ на это. Ответ в том, что это были иностранные переселенцы. Иностранные переселенцы, которые ввезли культ языческого поклонения. То есть туда в Израиль стекались, в северную часть Израиля стекались различные религии, которые впоследствии объединились в одну, ну какую-то, может быть, великую, большую религию. Вы знаете, вот Библия говорит нам с вами о том, что Бог должен быть только один. И истина, в истине недопустимо то, что стирает различия. В истине недопустимо то, что стирает различия. И задача любого поколения передать истину Бога последующему поколению, передать, не допуская примесей. Передать, не допуская примесей чужого, охранять истину. Что еще происходит? Жив Бог твой Дан. Ну, Дан это город, который в Израиле. Название этого города нам с вами очень хорошо известно по выражению от Дана до Версавии. Крайняя северная и южная точка страны. Между прочим, Дан в Священном Писании занимает особое место. В истории израильского народа, в истории книг Ветхого Завета занимает особое место. При царе Иеравааме I здесь было введено идолопоклонство, но было введено очень интересным образом. Царь Иераваам вот здесь, в Дане, поставил тельца для того, чтобы укрепить свою монархию. Он очень не хотел, чтобы люди уходили от него после разделения царства, уходили в Иудею, уходили в Иерусалим, кланяться истинному Богу в правильном месте, где народ должен был кланяться. То есть, стремясь успокоить народ, Иераваам I этой святыне придал национальный статус. Впоследствии это место оказывало самое негативное влияние. То есть, культ поклонения был техникой, которой пользовался монарх утвердить свою монархию. Для нас тоже в этом урок. Истина и поклонение Богу должны быть защищены от всего, что умаляет Бога. Защитить истину от всего, что умаляет Бога, открытого нам в Писании. Каждый, кто поклоняется Богу, несет ответственность за чистоту своих мыслей. Каждый, кто ведет в поклонение людей, несет ответственность за чистоту побуждений своего сердца. Мы сегодня все с вами несем эту ответственность, чтобы наше побуждение кланяться Богу, служить Богу было чистым и без примесей. То есть, поклоняться Богу ради того, кто Он есть, а не ради того, что мы с вами хотим от Него. Еще один вопрос, на который обращает внимание Амос. Жив в путь в Версавию, то есть в центре священный путь или паломничество человека. То есть в центре внимания Амоса был священный путь или паломничество человека. Ну, скорее всего, считалось, что человек получал пользу от путешествия в Версавию. Это было очень распространено в то время, попытка заработать благословение Бога. Пройди этим путем, и Бог тебя благословит. Наше с вами поклонение Богу должно быть свободно от суеверия. Знаете, иногда мы с вами, ну, говорим похожим образом. Мы обращаемся к другому человеку, может быть, смотрим на свою жизнь и говорим, вот если ты сделаешь это и это, Бог тебя обязательно благословит. Жив в путь в Версавию. Попытка заработать благословение от Бога. Вот так истине Бога люди добавили много своего. В чем-то оказали влияние верования других народов. В чем-то оказало влияние нечистые побуждения в поклонении. В чем-то оказало влияние простое суеверие. И очень важно истину Бога хранить такой, какая она должна быть. То есть все должно соответствовать воле Бога. Священное Писание говорит нам о том, что человек, каждый человек живет словами, исходящими из уст Бога. Вы знаете, это наша пища. Наша пища – это слова, которые исходят из уст Бога. Если эта пища изъята, если эта пища подпорчена, другого способа удовлетворить голода не существует. Почему люди, которых видел пророк, падали в обморок от бессилия? Потому что у них не было истины. Люди падали в обморок от бессилия, потому что у них не было истины. У них были только культы языческого поклонения. А не истина не может накормить или удовлетворить человека. Они падают и больше не могут подняться. Ничто, кроме Божьего Слова, не может поддерживать человека. Для нас с вами это предупреждение. Но вы знаете, вот хотелось бы закончить на очень хорошей ноте. Дело в том, что для нас это с вами большое утешение. Не только предупреждение о том, что есть опасность упасть и не встать, искать и не найти. То есть об этом говорит нам пророк. Но для нас с вами это утешение. Мы с вами удержимся в мире обмана и лжи. Обязательно удержимся, потому что обладаем истиной. Мы с вами удержимся в мире обмана и злы. Обмана и лжи, потому что обладаем истиной. Давайте поблагодарим Бога за это. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Милосердный Отец наш Небесный, мы с сердечной благодарностью хотим прийти вот к Тебе за Слово Твое, за истину Твою. Мы так благодарны Тебе, что вот в мире обмана, в мире лжи у нас есть эта сила, у нас есть эта пища, у нас есть этот хлеб. Мы сердечно благодарим Тебя. Мы молимся вот о такой мудрости, молимся о чистоте сердец наших, о чистоте нашего разума, чтобы правильно понимать истину Твою, чтобы хранить эту истину и чтобы быть способными передать эту истину последующему поколению. Мы нуждаемся в Тебе, просим, благослови нас в этом. Аминь. 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 Кто си царь? Кто си царь? Славный. Кто си царь? Кто си царь? Кто си царь? Славный. Господь! Господь! Гребней, сильный! Господь, Господь, крепкий и сильный, Поднимите врага верхней, Поднимите двери вечные, И пойдет царь славы, Господь сильный враг, Господь сильный царь славы, Он царь славы. Пусть царь, Господь царь славы. Господь крепкий и сильный, Он царь славы, царь славы, Он царь славы, царь славы. Он сильный, правильный, Господь, Он сильный, Он царь славы, он царь славы. Он царь славы, он царь славы, откройте врага, откройте врага, Как в небе вечный день Ройдет царь славный Редактор субтитров А.Семкин